Приветствую вас, и хочу сказать так, что, во-первых, отношения – это всегда работа двух людей. И если вы ругались на него, если вы оскорбляли его, то это связано с тем, что мужчина все-таки как-то не так себя вел, как муж, то есть что-то он все-таки делал не так, но и вы, в свою очередь, правильно совершали ошибки. И когда вы умоляете, просите человека к вам вернуться, вы, по сути дела, не даете ему возможности остыть, подумать над тем, что случилось. Вы не даете ему возможности побыть наедине с собой и переосмыслить то, что между вами произошло. Дальше. Дальше, по сути дела, когда вы просите прощения, когда вы умоляете вернуться и жандажируете детьми, вы не решаете, собственно, проблему саму по себе. То есть ту проблемную ситуацию, из-за которой все вот это вот возникло, из-за которой вы его оскорбляли и ругались постоянно. Ведь на что были причины? И если мужчина, допустим, взорвался, у него лопнуло терпение и он ушел, то первое, что можно сделать, это, наверное, дать ему время вообще побыть вверх глаз. Какое-то время его не трогать. Вообще не трогать. Чтобы он успокоился, остыл, чтобы его чувства пришли в какую-то норму, побобили, повлеклась. Чтобы вы смогли с теорией нормально разговоры. Далее. Чтобы он ответил на СМС или взял трубку, вам не нужно правил начать разговор с проблемных моментов. Попробуйте по исключению определенного времени. Просто спросить, как у него дела, чем он занимается или поделиться какими-то новостью относительно детей. Итак, вот таким непринужденным стоном вы имеете все шансы наладить диалог. И диалог наладится, и вы сможете общаться непринужденно, ну, конечно, осторожно, конечно, с изрядной долей холодности. Но, тем не менее, какое-никакое общение у вас будет. Дальше. А дальше, дальше нужно делать следующее. И это очень важно. Дальше вам необходимо начать обсуждать не свое поведение во время ссоры, не бросить у него прощения и умолять. Вам нужно начать обсуждать проблемы, которые изначально привели его к такому вашему поведению. Потому что для мужчины именно это непонятно, почему вы, наверное, постоянно на него ругаетесь и оскорбляете. А чем он этот судит? Вам необходимо дать ему понять, дать объяснение своего поведения. Конечно, сразу ваше поведение он может быть не примет. Но, по крайней мере, у него будет информация. Информация о вас, например. Информация о том, почему вы сделали то или иное. Ему уже будет проще. А там остается лишь только время на то, чтобы понять вас. И постараться как-то к решению прийти относительно этой проблемы. Постараться понять друг друга. Потому что пока получается так, что вы понимаете себя. Вы понимаете, что вы виноваты. А мужчины вас не понимают. И вот это ключевой момент. Вам нужно сделать так, чтобы мужчина вас понял. Понял, почему вы, почему вообще, даже не вы, почему произошла вот эта ситуация, и господи заставила вас так себя истинно. То есть то, что вы ругались и откровняли его постоянно, это следствие. Это следствие изначальных проблем. И вот объяснение мужчине причины проблемы, которая породила такое ваше поведение, и является самым необходимым для сохранения ваших отношений. Потому что вы, как женщина, можете думать, что мужчина, он вот должен вас понимать, должен вас чувствовать и так далее. Но мужчина существует рационально. И мыслит он, а вы как формально. И многие вещи, которые для женщины могут быть важны мужчине, мужчину просто не заметить, не понять. Не потому что он плохой, не потому что он эгоистичный, там, твердолобый и так далее. А просто потому что в его мировоззрение, в его восприятие, в его мышление это не укладывается. И вот подобный пробел, который у вас возник, вам нужно восполнить, донесая на него определенную информацию. А после этого, после того, как вы это сделаете, после того, как вы нанесете на него все необходимое, опять-таки, ничего больше не предпринимаете. Старайтесь общаться так же, как я вам говорил в начале, и дайте ему время это все обдумать и принять самостоятельное какое-то решение. И если вы действительно считаете, что вы виноваты, то любое решение его вам нужно уважать. Только так вы покажете ему, что осознаете свою вину. Потому что, простите, когда вы жинтажируете с детьми, ну ни о каком признании вины речи не идет. Если вы сперва просите прощение, а потом начинаете угрожать, то получается, что вы просите прощение не потому, что вы считаете себя действительно виноваты, а пытается вывернуть мужик. А это значит, что все это поведение повторится вновь и вновь. Если вы осознаете свою вину, то осознание вины дает вам понимание, что вы действовали, поступали и вели себя своим мужем неправильно. И это изменит ваше поведение, изменит его, как бы сказать, для вас. А когда вы угрожаете, вы показываете ему жене, что вы, к сожалению, ничего не поняли. Ну, в его глазах, по крайней мере. Потому что, ну, если вы виноваты, то, наверное, угрожать все-таки не стоит, правда. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы оставь, обращайтесь в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok